Привет, друзья! Это Академия Сэнграйтинга. Меня зовут Олег Шаумаров. И сегодня я вам покажу, как я пишу поп-трек. Это будет современный мелодический поп в стиле Джонни, Ильмана, Эмина. То есть такой а-ля Жара-стайл. И такие песни очень востребованы. И по сей день в них присутствует современная мелодика. И они, в общем, хорошо стремятся. И неплохо приносят денег своим исполнителям. Что касается данной композиции, сегодня я буду писать без текста. Поэтому мы будем заниматься только музыкой. Подтекстовывать эту песню я буду уже позже. И вполне возможно, сниму для вас отдельное видео. Сейчас вы погрузитесь в мой музыкальный мир и посмотрите от нуля до финиша мою работу, как я это делаю в реальном времени. И, к слову сказать, пока мы не приступили к просмотру, я хочу вас пригласить на мой бесплатный вебинар по сонграйтингу. Записывайтесь на ближайшую дату. Ссылки в описании. Этот вебинар вам поможет, во-первых, определиться, кем в музыке быть прибыльнее всего. Если вы музыкант, звукоинженер, сонграйтер, автор текста, аранжировщик или битмейкер, приходите на этот вебинар. Я, мне кажется, расчищу весь мусор в вашей голове. Я отвечу на самые главные вопросы, касаемо шоу-бизнеса. И вы поймете, в какую сторону вам двигаться для того, чтобы быть более эффективным с точки зрения зарабатывания музыки и, конечно же, самореализации. Ну что, погнали, смотрим видео. Итак, друзья, вы видите чистый проект. И сейчас вы будете свидетелями моей работы от нуля до финиша, где сможете посмотреть и мою логику, и мои приемы композиторские для того, чтобы подчеркнуть что-то полезное для себя и использовать в своей работе. И всегда я начинаю с ответов на несколько вопросов. Как правило, есть две ситуации. Либо я работаю под конкретную задачу, когда заказчик мне обрисовывает ТЗ, ну типа, столько-то лет певцу, девочка-мальчик, такая-то аудитория, это нравится, то не нравится, звук примерно такой, аудитория примерно такая, звучать будем на таких-то радиостанциях и так далее. То есть, в принципе, здесь нужно выполнить просто ту задачу, которую перед тобой поставили. И честно сказать, я такой подход не очень люблю. Такое ощущение, как будто я некая нейросеть, которая делает то, что надо людям. И, собственно говоря, в моей практике больше эффекта приносит именно вот этот подход, творческий. Когда я свои внутренние переживания провожу через музыку, в песню, и получается песня. Так вот, сейчас я хочу пойти именно по такому пути, то есть некоторые свои переживания вылить в текст, в музыку. Стратегия номер два. Иногда у меня есть текст. Когда мне присылают авторы, я пишу на текст. А сегодня у меня текста нету, и я буду исходить от музыки. Эти два подхода, они прекрасны каждый сам по себе. Когда ты пишешь музыку, а потом подтекстовываешь, это классно, потому что ты не привязан к ритмике текста. Но объективно каждый текст, он все равно диктует тебе свои акценты, расстановку, свой ритм. И так далее. То есть ты, как говорится, из песни слов не выкинешь, и ты вынужден подстраиваться под ту ситуацию ритмическую, в которую тебя погрузил автор текста. А я люблю свободу, когда ты пишешь то, что вот приходит на сердце. И очень часто у меня рождаются какие-то фразы, которые просто летят из-под сознания. Как правило, они не связаны логически друг с другом, но иногда попадается что-то интересное, что можно потом развить. Например, какая-то... Я помню, у меня была песня, мы пели ее с Маршалом и с Ярославом Сумишевским в дуэте. «А знаешь, брат?» И я вот просто сидел там, «А знаешь, брат?» «О, братюля!» «А знаешь, брат?» И в итоге вот эту песню «А знаешь, брат?» мы оставили главную строчку, которую я придумал вообще во время придумывания музыки и не пытался писать слова. Просто она меня зацепила, я подумал, это было бы интересно. И дальше мы с поэтессой, с Ларисой Фоминой уже развили это все в готовый текст. Придумали логику этого текста, про что он будет. Но изначально это была просто фраза, «А знаешь, брат?» Короче, давайте ближе к теме. Вот я понял, что я сегодня работаю творчески, не зажимаю себя в каких-то рамках, исхожу из внутреннего состояния. Дальше мы определились, что я пишу не на текст, потому что текста нету, а текст будет потом. Этого достаточно для того, чтобы не приступить. Я не буду себя ограничивать какой-то мелодикой шансона или поп-мелодики. Я буду действовать по ситуации, исходя из своего внутреннего потока. У меня сейчас есть готовый темплейт, потому что я в своей работе пользуюсь продуктами Академии Сонграйтинга, как это может вам показаться не странным, но для меня это абсолютно нормально, потому что я их именно для этого и создавал. То есть я пользуюсь тем самым конструктором, которым пользуются наши ученики, и он мне экономит кучу времени. И вот сейчас у меня звучит вот такой темплейт. Давайте его послушаем. То есть какая-то такая немножко история модная, лирическая. Я также юзаю наши сэмпл паки. Вот у меня открыт Разумовский сэмпл пак. Здесь есть Джонни. То есть смотрите, что я начинаю делать. Я подбираю какие-то барабанчики, которые меня начинают раскручивать на эмоции. То есть я начинаю слушать какие-то партии барабанные, какие-то гармонии я начинаю слушать. И таким образом во мне что-то начинает рождаться. Вот этот вот сам творческий подход. Ну, предположим, мне нравится этот луп. Я его перетягиваю. Дальше что у меня тут? Предположим, мне хочется, чтобы это все играло медленнее. Я не хочу торопиться. И все, я понял, что за пресет, темплейт. Я сейчас просто хочу теперь... Вот, предположим, барабаны я выбрал. Отлично. Ребят, если вам нравятся те инструменты, которые я использую в своей работе, то есть конструктор, который уже играет неплохие демки, или те сэмпл паки, которые я использую в процессе работы, вы можете перейти по ссылке и все это приобрести на нашем сайте без проблем и использовать в своей работе. Теперь я начинаю работать с гармонией. Как правило, я начинаю писать песни с припева. Мне так нравится. Я для себя включаю часто риверок, чтобы мне было прям вот так вот. И... Вот так. Запишу. Так, мне приятно, но все-таки вам, чтобы вас не глушить ревером, я... Мне нравится, что это в сильную долю. Значит, оно будет работать, ну, может быть, на хитовость. Давайте попробуем сейчас. Но у меня работает здесь сильный автотюн, можно его сделать поменьше, чтобы он нам не мешал сильно. Так, значит, неплохая фраза, теперь можно поработать с гармонией. И тут я начинаю, смотрите, как я сочетаю два подхода в написании песен. Существует два подхода. Первый – это топ-лайн, то есть когда ты начинаешь импровизировать и поешь все, что угодно, а потом из этого нарезаешь. А есть композиторский подход, который более осознанный. Условно говоря, подход композиторский мне нравится тем, что, да, ты зацепился за что-то топ-лайном, что-то, какая-то вещь, но потом ты останавливаешься и начинаешь. А может быть... Начинаешь искать, то есть выстраивать именно мелодию так, как тебе надо. Иногда топ-лайн супер сразу срабатывает, вот эта эмоция полетела, зафиксировались и классно. А иногда ее нужно дорабатывать. Вот сейчас я и хочу понять прежде всего гармоническую состояние, гармоническую нашу. Она немножко получается такая превосточная, что очень неплохо. Почему нет? Мне нравится. Так, окей, я просто сейчас ушел куда-то. Это не значит, что это останется. Так, квантируем и слушаем припев. Так, ну-ка, ну-ка, что у нас с барабанами? Так, вот тут вот уже мне не нравится мелодия, но мне нравится... Мне нравится куплетная часть. Давайте послушаем вообще, как она с припевом сейчас сочетается. Потому что я люблю, когда припев от куплета отличаются. В том смысле, что, ну, куплет чуть-чуть ниже для того, чтобы было куда расти динамически, да? И вот это как раз про то. Смотрите, друзья, что я сейчас делаю. Суть моего конструктора, это чтобы у вас все играло уже на уровне демки, естественно. Но качественно, что можно показать там артистам, суть. Вот я сейчас нажал там гармонию, которая мне нравится. Я просто беру команду, экстракту корд трек. И у меня вся поляна аранжировочная, которая здесь забита, она сейчас будет играть именно эти аккорды, которые мне нужны. Слушаем. Попробуем записать даблы. Так. И можно терцию записать. Ну, предположим. А что, если нам это попробовать просто спеть на октаву ниже? Так. Попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok И припев Копируем гармонию Здесь у нас уже все играет Окей, у нас уже готова Фактически Такая прям Неплохая демочка, которую можно Отдавать на Написание И все будет good Друзья, я надеюсь это видео было максимально полезным От себя хочу попросить Чтобы вы немножко проявили Свою активность в наших соцсетях И подписались на наши Ресурсы в ВК, в Дзене Для того, чтобы мы вдруг Не потерялись И хочу еще раз напомнить о том Что ссылка на Ближайший вебинар Находится под этим видео Приходите обязательно на вебинар Не пожалеете Ну что ж Жду ваши комментарии Пишите понравился ли формат Пишите свои предложения Мы обязательно все рассмотрим И будем делать для вас Хороший, правильный контент Чтобы вы росли вместе с нами И становились профессиональными авторами Песен Спасибо большое, пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!